Как и полагается, турнир такого масштаба начался с парада, с гимном России и поднятием национального флага. После будущих чемпионов поприветствовали почетные гости и, собственно, сам президент Федерации спортивной борьбы Сочи Рубен Татулян, который о этом виде спорта знает все и уже давно его поддерживает. В спорткомплексе именно Александра Карелина отеля «Весна» уже долгие годы тренируются национальные сборные по борьбе и дзюдо. В принципе, мы преследуем эти цели, чтобы ребята видели, чтобы ребята ощущали эту энергию этого зала и вообще, не то что зала, и присутствие этих людей, которые присутствуют в данный момент тоже в учебно-тренировочном сборе сборной. Поэтому это главная задача. Этот турнир проводится первый раз, однако география участников уже впечатляет. Приехали спортсмены из соседних регионов и даже из Санкт-Петербурга. Многих из участников привлек и сам спорткомплекс Александра Карелина, когда еще представится возможность побороться на ковраг, где тренируются олимпийские чемпионы. Одним из сюрпризов для гостей турнира стал приглашенный гость – тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамбо. Его команда находится на сборах в отеле «Весна». Тренер отметил развитый уровень спортивной борьбы в Сочи. Это очень хороший вид спорта. В России он действительно развивается, спортсмены становятся сильнее, а такие турниры действительно позволяют детям становиться лучше и достигать новых результатов. Несмотря на возраст спортсменов, а этой мальчишке 14-16 лет, на коврах разгорелась нешуточная борьба. Надо отметить, что сочинские спортсмены неплохо себя показали и стали лидерами турнира. Среди борцов есть как начинающие, так и чемпионы в своих возрастных группах. У каждого свои рецепты успеха. К соревнованиям, конечно, надо готовиться. Лучше, сильнее надо тренироваться. Перед соревнованиями я стараюсь не так много качаться, потому что руки забиваются, и потом сложнее двигаться. Все победители получили кубки и призы. Самое главное – опыт и стимул совершенства технику. Возможно, через несколько лет некоторые из этих ребят вернутся в спорткомплекс Александра Карелина не как участники российского турнира, а как члены национальной сборной по борьбе. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.